Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре Nokia M8. Это у нас будет микро-обзор. Я думаю, что для тех, у кого такой телефон уже будет, объяснять не нужно, что это за телефон, качество звука, как динамика, так и микрофона. Все знают, о чём здесь идёт речь. Качество на высоте. Но самая главная фишка этого телефона, это его камера. Для семиописи на карлзайсе. И семена воскреска. Камера фотографирует просто превосходно. Во время движения она не мажет, ловит именно мгновение, когда фотографирует. По поводу сборки. Качество сборки, в принципе, хорошее. Лифтов не замечено. Это подогнено. Самый фокус хорошо. Вот всё же всё. Такой вот экранчик, в центре не было. Подсветки. У меня ещё кто-то не разописал ДЛГ. Что-то немножко напрягает. Вот так, в принципе, экран довольно яркий. Я только на сахара фотографирую. Не знаю, видно на видеореме. Качество хорошее снимка. Видно хорошее. Видно, как он приближает. Я этим телефоном уже пользовался ранее. Поэтому, в принципе, как телефон, я в нем доволен. Такой вот. Сигнал ловит хорошо. Единственные насадки этого аппарата. Это то, что у него старый процессор, конечно. Но оперативная память. У нас 8 мегабайт памяти. Опять же, видишь, встречающий вот такой вот. И процессор в 600 мгц. Вот это, конечно, по сравнению. Например, там мизер. Здесь у нас HDMI-разъём мини для телевизора. Блокировка, разблокировка. Кочелька громкости. Кнопка для камеры. Ой. Здесь у нас разъёмы. Под сим-карту и под флешку. Под сим-карту и под флешку. Разъём microUSB. Вот это что за дырочка, я не знаю. Что-то непонятно. Так. Может быть, микрофон шумоподавления, ещё что-нибудь. Ну, в целом. Приятное впечатление от телефона. Всё работает. Всё хорошо. На этом всё. До свидания. Поехали. 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 Поехали.